3 сентября в нашей стране отметили 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, которая длилась более шести лет и затронула 61 государство. Решающую роль в установлении мира сыграл Советский Союз, который, одержав победу над Японией, поставил точку в одной из самых масштабных и кровопролитных войн в истории человечества. Вторая мировая война унесла более 55 миллионов жизней. Наибольшие потери понес Советский Союз – 27 миллионов человек. Память всех погибших почтили минуты молчания на митинге, который был проведен 3 сентября в парке «Сорокалетие Победы». Участие в мероприятии приняли руководители администрации района и города, молодежь, представители районного совета ветеранов, члены поискового клуба К-95, жители города, к вечному огню собравшиеся возложили цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради мира на земле. Война была действительно самая масштабная. Было вовлечено огромное количество людей, 61 страна. То есть самая масштабная, самая кровопролитная война в истории человечества на сегодняшний день. Очень важно рассказать об этом снова молодежи, подрастающему поколению, рассказать историю, рассказать о том героическом подвиге, который совершали наши деды и прадеды, не только освобождая наше государство, Советский Союз, но и их вклад в завершение, в окончание Второй мировой войны, чтобы воцарился мир во всем мире. После возложения славянцы посетили выставку, подготовленную поисковым отрядом «Кубанский рубеж». Увидели оружие, форму и другие предметы военных лет, найденные поисковиками на территории Кубани. Вот такие красные и желтые нашивочки – это за ранения, легкое ранение и тяжелое ранение. В 1945 году, к окончанию войны, те, кто был неоднократно контужен, в нарушении формы одежды, подшивали сюда еще синюю планочку. Члены поискового отряда рассказали молодежи много интересного о каждом экспонате, представленном на выставке, об оружии и автомобилях того времени, о том, насколько важна была победа над Японией для установления мира на всей земле. Такие уроки живой истории под открытым небом позволяют молодому поколению прикоснуться к прошлому своей страны, лучше узнать его и, самое главное, правду о нем сохранить для других поколений. Эта дата важна тем, что мы одержали победу на Второй мировой войне, над Германией и на Дальневысочном фронте, 75-летие победы. Мы должны гордиться своей историей и не забывать ее, и не менять ее. Кроме военных артефактов, представленных на выставке, здесь же с помощью цифровых технологий можно было увидеть военную технику и оружие времен Второй мировой войны. Скачав приложение на телефон, образцы вооружения, как настоящие, возникали на улице. Это стало возможным благодаря специально подготовленному, ко дню окончания войны, проекта дополненной реальности. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.